Компания Тиранов Железный Кулак После начала конфликта в секторе Капрулу, правящий Совет Объединенного Земного Управления стал жестоко контролировать своенравные колонии тиранов. Убедившись в сильном распространении инфицирования зергов и частых набегов протосов на колонии, Совет наконец принял решение взять под наблюдение военный сектор. Узнав, что на планете Щар появился новый высший разум, Озу поручила генералу Жарару Дюгале уничтожить его. Как капитан флота под командованием Дюгале, ты должен штурмовать доминион тиранов и свергнуть его императора Минкска. Адъютант на линиях. Доброе утро, капитан. Наши длинные путешествия с Земли окончены, и мы занимаем постоянную позицию в районе Доминиона. Надеюсь, что результаты вашего длительного бездействия сейчас не видны. Адмирал Дюгале отдал приказ провести весь флот через Крансман. Вы этим займетесь. Внимание! Защитники Объединенного Земного Управления. Это говорит адмирал Дюголь. Вы все знаете, что мы пришли сюда, чтобы завоевать этот район для человечества. Вы не должны забывать, что если кто-то из нас не выполнит свою работу как положено, то наша миссия может провалиться, а в этом случае никто из нас не вернется домой. Мы выстоим или умрем. Служите Управлению. Служите человечеству. Все остальное, второстепенно, для победы. Трансман закончен. Получаю входящее сообщение. Доброе утро, капитан. Я вице-адмирал Стуков, тактический советник адмирала Дюголя. Я вижу, вы уже рассмотрели его призыв. Я уверен, что вы не нашли там ничего нового. Когда вы познакомитесь с адмиралом, я уверен, вы поймете, что он знает, что говорит. Во всяком случае, капитан, у меня есть распоряжение относительно вас. Раз мы решили начать вторжение в Доминион, вы должны получить информацию об их вооружении. Вы должны напасть на отдаленную планету Праксис и занять ее столицу Воралис. Вы должны подготовить войска за два стандартных части. Адмирал ожидает превосходных результатов на тиранах. И вновь я приветствую вас, мои друзья. На данный момент это прохождение кампании тиранов в игре StarCraft Brood War. Поехали. Что ж, нам дали наших маленьких друзей на пробу пощупать, так сказать. Так же нам только что сообщили, что здесь действительно нет никакого газа. И нам нужен какой-никакой гейзер. Чтобы все нормально функционировало, нам нужно как можно больше нормальных юнитов. Ну а для этого в идеале будем строить стрелятников. Так же нам пригодится постройка какого-нибудь бункера. Например, вот здесь. Впрочем, об этом чуть позже. Пока что будем заниматься обычным развитием нашей базы. Под обычным развитием я, как всегда, подразумеваю просто подстройку дополнительных... Сивишек. Плюс при возможности подстраивать такие полезных мотоциклистов. Не отваливай от себя, что ты от меня хочешь? Так. Там далее не так-то много мариносов, на самом деле. Поэтому надо развиваться так, как можем. И уже где-то сейчас, с выходом последнего СВ, мы будем строить еще один... Еще один бункер. Какой-нибудь полезный. Вот сюда вот его запилить. Но я так смотрю, у нас сейчас не хватит... Суплая, поэтому нужно построить суплайки. А бункер мы можем построить и чуть позже. Так, пока нормально. Давайте подстраивать. Чего мне надо, спрашиваешь? Ну, сейчас увидишь. Давайте вот этим ребятам проверим, что у нас здесь есть. О, он здесь, Марик, оказывается. Минус один, Марик. Минус еще один, Марик. И еще минус один. Отлично. Разрушаем все, что здесь есть. Вот у нас, считайте, и вторая база появилась. Думаю, с остальными у нас будет не так легко. Так. Сотка требуется, чтобы построить бункер. Строим бункер. И заваливаем туда пару мариносов. Не успели. Ну и на том спасибо. Пока меня это устраивает. Хорошо. Хорошо. Пока все хорошо. Работа у нас выполнена. Стервятник у нас ожидает приказов. Здесь у нас есть еще двое. Ты у нас будешь строить нам сплайдепо. Здесь все разрушено. Отлично. Пускаемся обратно. Все просто замечательно. Суплайки определенно нам нужны. Хорошо. Строим больше суплайк. Строим больше суплайк. Стоп. А, б, с. Суплайк. Ну, в принципе, да. Все правильно. Суплайки, суплайки, суплайки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Заканчивай строительство, пожалуйста, шустрее. Постройте больше ресурсных декор. И будем строить больше полезных винтов. Отлично. Строю еще одну суплайку. Закажем немножко мариков. И двоих стрелятников. Я сказал двоих стрелятников. Спасибо. Теперь у меня не хватает минералов. Сейчас. Накопим секундочку. В принципе, как раз хватает. Сейчас он поставит. У нас будет добавление. Ребят. В принципе, нормально. Да, все хорошо. Все пока хорошо. Взяли, нам бы изучить раскладку, но у нас нет газа. О чем говорил с ранее. Поэтому мы имеем некоторые проблемы. Даба газ у нас был. Нам нужно как-то развиваться. Желательно развиваться в сторону стрелятников. Вместе с танками. Причем танки в раскладку, стрелятники. Работа выполнена. Стрелятники могут и так быть. Здесь мы будем строить СЦ-шку. Как только, так сразу, как говорится. Сюда вот будем отправлять рабочих. Сейчас набираем нужное количество минералов и строим СЦ-шку. После чего можно уже спокойно дальше заниматься своими делами. Так. Нам бы пригодился еще один заводик. Военной техники. Но пока, к сожалению, мы не можем себе этого позволить. Потому что у нас нету с вами виспена. А завод требует виспен для постройки. Это, к сожалению, проблема. Но думаю, что это не будет сильно нас задерживать. Потому что, в принципе, добывается у нас все более-менее нормально. Строится у нас все тоже более-менее нормально. Вот здесь мы можем видеть базу нашего противника. Выходить, как я уже говорил, мы будем все-таки через наших друзей-сервятников. Да, конечно. Хороший тридцов. Да, помни ты. Потому что они являются самой неоспоримой силой в данном случае. У врага особо нет народу. Зато у него есть... Существа, которые могут нас покоцать. Ладно, выход сделаем вот здесь. Здесь у нас почти закончилось. Значит, мы можем построить парочку эссивишек. Отправить их вот сюда. Ты же при желании у нас будешь строить здесь одну вышку. Работа выполнена. Ты не будешь строить здесь одну вышку. Потому что у нас нет инженерного цеха. А помимо инженерного цеха, в принципе... Ладно. Давайте построим инженерку. А в будущем она нам может пригодиться. А пока... Я сказал, построим инженерку. А пока что мы будем добывать. Добывать, добывать. Еще раз добывать. Минералы нам нужны. Причем, в идеале, чем больше, тем лучше. Переставимся немножко вот сюда. Разницы особой не будет. Но так у нас будет, скажем так, некая плотная защита более или менее. Так же... Пересядем, на самом деле, вот сюда. Да, они сейчас пойдут сюда добывать. Но впоследствии зато будут добывать туда, куда надо. Отлично. Так, построим мне суплай. Проходите сюда для начала. Отлично. Строй суплай. Знаешь, ты тоже строй суплай. Я думаю, плюс два суплай будет нормально. И продолжаем подстройку стройвятников. Вот у нас уже есть готовый отряд. Что просто замечательно. Отводим его в сторону. И довольно быстро накапливаем дальше юнитов. Нужных нам. Так. Так, ребят, давайте вы как-то встанете в одном месте. И не будете никуда ездить. Все, спасибо большое. Теперь он туда всех будем ссылать. Хорошо. Без пены у нас, естественно, нет. Нет. Ну ладно, поехали. Приду, сэр. Поэтому будем выживать так, как можно. Так, как можем. Так, как можно. И так, как выживается. Прячем мариков за наши бараки. За наши бункеры. Которые у нас один в итоге. В итоге они будут атаковать. Но... Бункер все-таки под атакой-то откажется первый. Там окажется бараки, по идее. Вместе с мариками. Так что, в принципе, все хорошо. Второй отряд. Тоже косанный. У нас здесь тоже появилось еще два. Друга. И еще два здесь. Отлично. Так. Сейчас достраивается марик. И мы, наверное, выходим. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Все, марик у нас застроился. Выгружаем отсюда народ. Ну... Я пошел. Немножечко покоцали нам. К сожалению. Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Он столько у нас находится под нашим командованием. Так, убираем здесь мариносов. Ставим их на троечку. Загружаем сюда. Тебя тоже. Все. И поехали в атаку. Поехали в атаку. Ходу, ходу. Да, твари ты. Убиваем пехоту. Проезжаем вот сюда. Замечательно. Атакуем здесь все и вся. Проезжаем быстро сюда. Капитан, я лейтенант Самир Дюран из Федеральных сил сопротивления. Я наблюдал за вашей атакой на Доминиона и рад предложить свою помощь и знания в борьбе. Интригующе. Лейтенант, вы ведь абсолютно не знаете, кто мы такие и что собираемся здесь делать. Почему же вы хотите нам помогать? Потому что мои люди и я дали клятву сражаться против Доминиона и его императора. Когда я увидел ваши войска, приближающиеся к Доминиону, я сразу решил присоединиться к вам. Я вижу. Итак, какую конкретную помощь вы можете предложить лейтенанту? Ну, у меня есть информация об этом проявлении. Я могу показать вам путь в столовую базу Доминиона. Очень хорошо, лейтенант. Считайте себя и своих людей первыми колониальными призывниками Доминионного земного управления. Капитан, вы будете сотрудничать с лейтенантом. Посмотрим, понадобится ли он нам. Ну что ж, Самир Дзюран, один из офигеннейших людей, которые здесь есть. И он будет с нами сотрудничать. На мой взгляд, это замечательно, друзья мои. На мой взгляд, это просто замечательно. Что мы будем делать? Мы будем делать очень простую вещь. Поднимаем здание в воздух. Присаживаем его сюда. Поднимаем еще одно здание в воздух. Присаживаем его сюда. И, собственно, на этих двух зданиях мы будем держаться. Все, что будет здесь, тоже, по идее, выдержит. И не будет особо нуждаться в каких-либо проблемах. Так, но мне нужно, чтобы у нас поставили туриль. На случай передропов. На нашу дополнительную базу. Так, и теперь вот сюда. По идее. Встанешь ты туда? Она хочет определенные имена. Таким кривым путем лететь. Ну, ладно. Отлично, здесь нормально идет. Так, где-то здесь должны находиться наши враги. Давайте мы прилетим сюда. По-быстренькому. Посмотрим, где они здесь. Бьем вот этого гада. Покараулием наше здание. Вот здесь есть турели. Под турели нам попадать вообще никак нельзя. Я думаю, что мы, в принципе, долетим нормально. Что мы будем здесь делать у дзюрана? Мы пойдем через верх. Вон, кстати, восстановил своего огнеметчика. Веселый парниша. Так, надо только встать пониже. Я думаю, даже где-нибудь вот тут. Зачем нам здесь эсси? Это очень просто. На дзюрана могут нападать. Нам это не надо. У нас есть марики. Ими мы будем защищаться. Осталось у меня как раз 8 мариков. Которые я сейчас поставлю в бункеры. Извините, пожалуйста. Пересадитесь, пожалуйста. Спасибо, пожалуйста. Во всякий случай, надо вот так встать, я думаю. Потому что мало ли будет мешать выход с танком. Так. Тебе здесь что-то мешает. Марик здесь мешает, который с какого-то фига здесь встал. Сейчас тебе, по идее, никто не мешает. И дальше добывай минералы. Замечательно. Теперь, как только у нас построится завод. Мы сможем построить. Все нормально. Все нормально сможем построить. Все, что захотим. Построим еще один завод. Будем выходить в танки. Машинный цех здесь уже не нужен. Машинный цех здесь уже не нужен. Потому что, во-первых, он есть вот здесь. А во-вторых, сейчас мы будем делать еще вот такую замечательную штученцу. Загружаем сюда мариков. И обороняемся. Дюран нам открыл вот такой потайной, скажем так, проход сюда. Где мы можем видеть нашего врага. Если мы, например, вот сюда вот заведем танки, то они, по идее, вот эту зону будут обстреливать. Но не дальше. Не дальше, по идее. В принципе, нам дальше-то и не надо. Так. Ну что ж. Начинаем. Самое главное. Штамповать танки. Скоро достроится второй завод. А у нас Самир Дюран. Может блокировать любую цель, по идее. То есть она не будет больше стрелять, насколько мне не изменяет память. Если это Туриль, например. Хотя я могу ошибаться, на самом деле. Ну окей. Вот у нас теперь появилась расклада для танков. Мы раскладываем вот эти танки для обороны. Не нападаем при этом с этой стороны. Вот у нас построилась замечательная штученца. Иди добывай. Генералы, пожалуйста. Хорошо. Пока что встань вот сюда. Хотя. Можно начать сразу строительство вот здесь. Самир. Как здорово. Спасибо, что разбираетесь со всем этим довольно быстро, мои дороги, друзья. Замечательно. Я думаю, надо пару стрелять ников еще поставить. Хотя давайте сделаем более нагло. Мы не будем оборонить вот эту базу. Минералов нам, в принципе, добычи хватит, по идее. Попробуем пойти на такой рисковый шаг. То есть не оборонить вот эту базу. Здесь идет оборона в один бункер и стрелять ников. В принципе, в принципе, в определенных обстоятельствах мы успеем переместиться обратно. Но есть вероятность, что можем и не успеть. Итак, здесь достроились все танки, которые могли достроиться. Сейчас приведут к нам еще два танка. Запишем их на четверочку, например. Ну что ж. Теперь у нас наступает небольшая проблема. Адзирал, во-первых, должен выжить. Ставим его вот сюда. Выводим танки. Выводим наших сорвятников. Ну что ж. Начинаем быструю атаку. Аккуратненько, но быстренько. Надеюсь, что получится у нас довольно качественно, быстро и хорошо. Подводим у суда танки. И раскладываем их. Танки уже сами вполне себе могут разобраться. Отлично. Меня устраивает. Танки совсем вполне себе неплохо разбираются. Так, хорошо. Дополняем. Берем танки. Складываем их обратно. Поезжаем чуть вперед. Желательно это делать все-таки аккуратно. Раскладываем танки. Сейчас они будут атаковать вот этих. И отсюда будет выезжать куча народов, по идее. Наши задачи не дать нас уничтожить. И также выманивать сюда парочку ребят под эти танки. Чем больше выманим, тем лучше. А если бы ребята еще не толпились, было бы все просто замечательно. Но они, к сожалению, толпятся. И это все не очень замечательно. Ребята, не толпитесь, пожалуйста. О чем-то таком я и говорил. То, что, скорее всего, эту базу атакуют, уничтожат. И, в общем-то, она будет немножко непригодна. Продолжаем подстройку. Складываем танки. Перекидываемся чуть-чуть поближе. В осадный режим. Пытаемся перевести все-таки сюда побольше наших ребят. И ждем, пока они атакуют. У нас прибавление еще в несколько танков и стрелятников. Почему-то они отошли, кстати говоря, назад. Надо переместиться еще поближе. Раскладываемся. Видимо, они переместились к нам сюда, как раз. Ни в коем случае сейчас нельзя складываться обратно. Нам нужно как можно больше танков ввести в город. Как-то так. Продолжаем подстраивать. И продолжаем вводить танки в город. Тебя бы в идеале отвезти. Разложить где-нибудь вот здесь. И, вашу же мать, я пустил танки ровно по тому пути, по которому пускать их было ни в коем случае нельзя. Но, окей, это бывает тоже. Такое тоже случается иногда. Держим мы все еще в осаде город. Все, сложились. И поехали дальше. Куда едем? Смотрите, какой у нас здесь. Урсадон есть. Что-то здесь фигарит по нашим танкам. И делает это, скорее всего, то, что мне не нравится. То бишь еще один танк. Ну ладно, наша главная задача уничтожить лишь ТЦ-ку, поэтому... Поэтому проблемы я испытывать здесь не должен. Складываемся. Проезжаем. Уничтожаем, раскладываемся. Все хорошо и мило. Задание выполнено, адмирал. Замечательно, лейтенант. Первичная обороноспособность планеты нарушена. Теперь наши тактические команды могут заняться системой связи. Как-то так. Победа, мои дорогие друзья. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. 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 Продолжение следует...